Добрый день, меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quays. Рассказываем очередные ответы на вопросы. Как обычно, прежде чем я начну говорить про ответы и про вопросы, небольшое обращение к зрителям и подписчикам канала. Буквально пару дней назад, в начале недели, наверное, я разместил видео, которое, в принципе, не бьется, с тематикой моего канала, посвящено оно было событиям в Пугачевске, и я был весьма удивлен, что такой резонанс вызвал этот ролик, и больше 3000 просмотров у меня, более того, там развернулись такие словесные дебаты, чуть ли не до драк доходит. Я все понимаю, но давайте как-то мы держать себя в рамках. Да, материал горячий, материал неоднозначный. Да, кстати говоря, я удалил вот это псевдоинформационное видео с бронетанковыми войсками, то есть я немножко как бы митифицировал своих зрителей, то есть изначально понимал, что это полная фигня, и невозможно понять, что это, кто это, куда это едет, но тем не менее было интересно посмотреть на реакцию своих зрителей, потому что умеют ли люди распознать информационную фальшивку от того, что на самом деле происходит. А вот то, что там реальные кадры, как там люди выходят на улицу и что они там говорят, это, конечно, интересно послушать, и, соответственно, я с немалым удовольствием для себя читаю комментарии. Сейчас я не хочу вдаваться в подробности об этом, я сниму еще отдельно ролик по поводу этого Пугачевска и вообще, то есть что ждет Россию, вот, и, соответственно, национальный, националистический вопрос тоже, может, берем. Сейчас не хочу, у меня не лежит сейчас к этому душа и просто возьму паузу. А вот по поводу вопросов это, пожалуйста. Значит, начну с того самого вопроса, который я уже третий раз пытаюсь озвучить, ответить на него, но никак не удается. Касаемо домашних животных, которых перевозят в США. Я уже не помню, кто из моих подписчиков задал этот вопрос, подписчицы, вернее. Значит, барышня, не волнуйтесь, нет причин для меланхолии. У меня у самого два хвостатых потенциальных эмигранта, два кота хотят попросить политическое убежище. Поэтому я сейчас этот вопрос зондирую, более того, я написал свои вопросы относительно перевоза и порядка перевоза домашних животных, непосредственно писал я в консульский отдел посольства США, и я думаю, что получу какой-то ответ. Потому что я перечитывал все вопросы, которые касаются вопросов перевоза домашних животных, и я надеюсь, получу такой же исчерпывающий полный ответ. Как только я эту информацию получу, я вам ее озвучу, потому что пока что я полазил по интернету, нашел разделы правил на английском языке, немножко я не совсем понял, поэтому пока у меня информации нет. Не волнуйтесь, я об этом сниму специальный ролик. Теперь переходим к ответу на вопрос. У меня сейчас случилось страшно, у меня почему-то мой лист сообщений буквально потерся, у меня что-то какой-то был сбой на Ютюбе, поэтому некоторые вопросы у меня просто летели. Если я вдруг их не озвучил, пожалуйста, напишите еще раз. Все, кто хотят задать вопрос, пожалуйста, пишите в личку, то есть личное сообщение отправляется. У меня появляется лист, и мне так проще на эти вопросы отвечать. Это получается централизованно, чем лазить по комментариям к каждому видео и выискивать вопросы. Поэтому личку пишите, и, соответственно, на что-то я буду отвечать также непосредственно вам, если какой-то личный вопрос или через скайп. Ну, а если вопрос касается всех, я буду его озвучивать. Давай смотреть. Пишет Жулдыс Хорезова. Мне понравилось, это касается видео типичный американский дом. Мне понравилось, сколько вы уже там живете. Когда становитесь гражданином Америки, город выбираете, выявляете государство, и помогаете оно вначале. Значит, когда вы прилетаете в Америку, вы сами решаете, где вы будете жить, как, в каком городе будете подавать на грин-карту свой кейс. Опять же, это может быть не только беженство, это может быть грин-карта по рабочей визе, все что угодно. То есть вы исключительно сами все это выбираете. Значит, что касается помощи. Помощь будет только в том случае, если, к примеру, вы приехали как беженец, религиозный или политический. Вот если департамент, который занимается миграционными вопросами, четко даст классификацию вашего случая как беженство, вот тогда вы получаете очень серьезный бенефит от американского правительства. Там и фудстэмпы, там и помощь с трудоустройством, и оплата жилья, и коммунальных услуг, и очень-очень-очень большие бенефиты. Но, учитывая, что таких желающих очень много сейчас получить беженство, поэтому тут как бы департамент очень строго все это отсеивает, придирчиво относится к асим-кейсам, и в лучшем случае вы можете получить грин-карту по паролю. Что это такое? То есть вам как бы условно этот статус дают, но вы подписываете свое согласие, что вы от всех этих бенефитов отказываетесь. Ну, получаете замену возможность работать нормально. А что касается помощи, в Америке существует огромное количество социальных организаций, про них уже рассказывал, куда вы можете, даже не будучи гражданином США, обратиться и получить бесплатную помощь. То есть вы можете бесплатно получить одежду, вы можете прикрепить своего ребенка, если он новорожденный или маленький, к программе ВИК и получать бесплатное питание. Вы можете прикрепиться к какой-то программе тоже медицинской и тоже получать какое-то медицинское обслуживание. Вы можете получать еду. То есть огромное количество этих социальных программ и организаций. Самое распространенное, наверное, это Армия спасения, Армия Салвейшн. Она имеет офисы в каждом американском маломальстве крупном городе, в некоторых городах, прямо у них там распространенная сеть этих центров помощи. То есть все зависит от вашего города. Вы можете спокойно набрать в поисковике в гугле и найти интересующую вас организацию, какого рода помощь они предоставляют. Надеюсь, что наш вопрос ответил. Пишет мой любимый подписчик G-Point Bed с блюющей девушкой в унитаз на аватаре. Здравствуйте. Итак, что скажешь про поваров? Я работал шефом в очень хорошей гостинице в Москве. Про поваров скажу круто. Быть поваром, особенно если у тебя есть корочка о том, что ты окончил поварское училище. Значит, наш друг Эдик, он как раз работал поваром. И очень серьезно по этой теме продвинулся. И поваров здесь любят. И если ты этот дипломчик сможешь еще перевести и здесь его заверить и подтвердить, то ждет тебя успех и удача. То есть нормально у тебя здесь будет с работой и работу сможешь найти здесь. Вот. Рекомендую в интернете поискать. Вполне вероятно, что если ты сможешь свой диплом поварской подтвердить еще в России, то может быть даже найдешь себе работодателя. То есть серьезно к этому отнесись, посмотри. Что касается там другого, то вопрос про службу в Африке. Ну, скажем так, с точки зрения здравого смысла, я бы старался бы на тему не афишировать, когда ты будешь подавать заявление в американское консульство, потому что палка может быть о двух концах. Может быть хорошо вас примут, а может быть и не очень. То есть вопрос очень скользкий. Тут лучше проконсультироваться с людьми, ну, гражданами России, которые здесь уже давно живут в США, кто, например, сам уже заполнял документы на службу в американской армии и поделиться, будет ли это плюсом или будет серьезным минусом. То есть я не хочу заниматься домыслами и из пальца высасывать что-то. Удаляем. Идем дальше. Некий человек Диффенфер. Диффенфер с чертиком, с таким, на аватаре. Черт такой. Вопрос про Биль о правах. А что здесь, как хозяйственный Биль С-510, запрещен выращивание продуктов на своих участках, а то, что этот участок наткнулся на Ютьюбе, хотя, насколько я знаю, все выращивают или это ли фейк? Короче, Биль этот не прокатил, не утвердил его в Конгрессе, прокатил этот Бил. Так он остался, сори, на уровне проспекта, проекта вернее. Вот. Тем не менее, ограничения есть. То есть, если вы занимаетесь выращиванием для себя, то без проблем. А вот, если это касается каких-то больших масштабов выращивания, и тем более на продажу, то тут необходимо проконсультироваться с юристом по поводу того, как это сделать, и какие нужно лицензии получать на это. Потому что сельхоздеятельность сейчас лицензируется, есть специальная земля, которая предназначена исключительно для сельхозиспользования, вот эти вот фермы и так далее. Опять же, большинство компаний сейчас, крупных, которые занимаются сельхозиндустрией, подписывают договора с держателями земли, с фермерами. И там достаточно жесткие требования. Опять же, вот эти крупные корпорации типа «Монсанто», которые занимаются поставками модифицированного материала, тоже очень интересную такую политику ведут. То есть, ты можешь заниматься сельхоздеятельностью только, когда закупаешь только ихние семена. Причем семена сделают очень хитро. То есть, они дают урожай, но повторно семена не дают. То есть, опять же, весь урожай ты должен полностью им сдать. Не заныкивая ничего, опять же, они опасаются утишки вот этих технологий. Тема очень непростая. Про сельхоз вот эти вот дела я еще отдельное видео сниму. Тем более, что я сейчас вовсю занимаюсь сбором информации по поводу продажи фермы и сельхозбизнеса. К сожалению, у меня информация очень скудная. Не нашло никого из русских, кто пытался здесь открыть ферму. Поэтому по крупицам сейчас эту информацию разыскиваю. Ну вот, хотите на участке выращивать, как у меня, это петрушка, морковка, огурчики, помидорчики, это не возбраняется. Тут все этим занимаются. Конечно, может быть, в каких-то отдельных штатах есть более жесткие законы и как-то это все... Ну, может быть, запрещено, может быть, не запрещено, но какие-то есть ограничения. То есть, все еще зависит от штата. У нас в штате все в порядок. Так, Юрий Стар, Юрий Стар, спасибо за информацию. Вопрос, можно ли подать заявление, ждать ответа, не находясь в Америку? Нет, нельзя. Значит, для того, чтобы подать на беженство, вам необходимо приехать в Америку и уже обращаться в миграционный офис. Если, извините, это было возможно сделать в России, то очередь желающих подать на беженство в московское конкурсство бы растянулась бы на все Садовое кольцо. Потому что, судя по количеству вопросов, которые мне каждый день приходят, то есть, я очень сильно поражен таким количеством людей, которые задумываются по поводу иммиграции. То есть, каждый день мне приходят по 20 вопросов. То есть, вот такая вот статистика. Поэтому приезжайте в Америку и просите на месте. Идем дальше. Значит, Паша Лимберг. Паша, ссылочка, что надо. Музыка хорошая, мне очень понравилось. Если что-нибудь еще интересное, не музыкальный найдешь, пожалуйста, высылай. С большим удовольствием посмотрю. Очень мне понравилось. Так, Денис А. Максим, спасибо за ответ на мой вопрос. Я задал случайно два раза, так первый раз до конца не посмотрю видео с ответами на вопрос. А еще под вопрос. Сколько процентов ты будешь платить налог на прибыль в США, если работаешь сам на себя? Денис, не знаю пока, сколько буду платить. Конец года у меня будет. Я сделаю налоговую декларацию, проконсультируюсь с людьми, как ее запомнить. И тогда сниму по поводу этого видео. Пока что могу сказать так. Если у вас доход на одного члена семьи меньше 20 тысяч долларов, то, скажем так, ничего платить не будете. Мог бы даже нам еще государство доплатить. При превышении, конечно, нужно какие-то налоги на прибыль платить. Но я пока что нахожусь вне этой зоны. И, соответственно, пока ничего вменяемого вам сказать не могу. Думаю, попробую написать этот вопрос Юрия из Индианаполиса. Все это достучи до него. Его просто сейчас в тролли задолбали, поэтому немножко так озверел на публику, которая пишет, не может стучиться. Но все это попробуй или поискать у него видео по поводу налогообложения, или я с ним попытаюсь законтачиться. Это единственное, что я тебе могу посоветовать. С другими блогерами я не очень контактирую. Так что единственный человек, на который я мог бы дать положительную ссылку. Так, значит, это у нас Сергей Нимичев. Сергей, я уже на твой вопрос по поводу копов, как издеваются. Я уже рассказал в видео эти дурацкие американские законы. Посмотри этот ролик, я, наверное, как-то проэкспланирую ситуацию. То есть закон есть, он суров, но это закон. Я, как бы, ничего из того, что там было в этих видео показано, для себя нового ничего не увидел. То есть люди сами практически этих полицейских провоцировали своими действиями, ну и нарвались на такое отношение. Я, например, 100% поддерживаю поведение полиции. Объясню, почему. Я здесь хожу по улице, спокойно, ночью, и не боишься, что мне в башке дадут пивную бутылку и отнимут кошелек или на мою жену нападут и изнасилуют ночью и так далее. Проживая в Москве на Юго-Западе, я чувствовал себя просто незащищенным на стопе, что без травматического пистолета последние два года из дома вообще не выходил вечером. То есть просто стрёмно, потому что выходишь и... И Москва-Аббат. И Москва-Аббат, Аллах-Акбар. Вот. Очень всего страшно. А тут всё нормально. Пусть ездит, пусть, блин, задержит. Есть правила для полицейских. Ведите, нормально. Выполняй строго требования. Никаких проблем не будет. Вот. Это вот моя позиция. И я тут на стороне Ковов. Сори, как говорится. Моя позиция не нравится. Это моя личная позиция. Денис А5. Максим, привет. Спасибо за канал. Очень многие видео информативные. Хотя в качестве комментариев сказали, что ты можешь выкладывать и негативные. Ну, негатива я пока не вижу. Деньше, что я вам сейчас сниму. Я, наверное, тут на днях поеду в так называемые неблагополучные районы. Вот, где живут нищеброды, чёрные вообще какие-то люди. И просто поснимаю, как выглядит нищебродский американский район нашего города. Ну, а вы сами сделаете вывод. Я постараюсь, конечно, прокомментировать свою позицию. Но, как бы, выводы всегда сами будете делать. Я никому не хочу навязывать свою точку зрения. Я считаю, что у меня люди смотрят вменяемые. И люди сами должны учиться отсеивать правду и как бы своими мозгами до сюда ходить. Так, ещё хотел спросить, как ты ищешь клиентов или как находят для продажи товаров. Успехов в ведении канала. Будут свои друзья. Значит, да не ищу и клиентов. Значит, товары я заказываю, объяснял из Китая, из Гонконга, из Азии. Вот. А что касается клиентов, используя просто торговую систему. Тут ничего делать не нужно. Они все раскручены, и клиент сам меня находит. Я вообще по этому поводу не парюсь. Вот. Интересно тебе будет записаться на курсы по eBay и Amazon. Как бы связываясь, пиши заявку в личку. Предварительно с тобой пообщаемся. Ну и, соответственно, по результату собеседования приму решение, стоит ли тебе в это вписываться или нет. То есть, опять же, тоже, никому эти курсы не навязываю. То есть, изначально нужно пообщаться с человеком понять, насколько у него душа лежит коммерцией. Я не хочу, вот как вот в Форексе эту рекламу навязывать. Давайте играйте в Форекс, давайте играйте в Форекс, давайте играйте в Форекс, Господи, но кто хочет, тот играет. У кого к этому есть шансы. Но зачем навязывать это, считаю, лишнее? Так, идем дальше. Макс, душевное спасибо. Это Паша Лимберг еще раз, из Пермского края. Так, что-то у меня твоих вопросов накопилось много. Значит, это у нас по поводу цеха. Цеха по поводу битых машин легально. Паш, по-моему, я тебе отписывался, я сейчас уже не помню. Или отвечал уже. Давай сделаем вот что. Напомни, на следующей неделе еще раз по поводу вот этой темы с маленьким сервисом, и с восстановленными машинами. Еще раз личку напиши. Я, наверное, к этому моменту с нашим Игорем переговорю. Вот человек, как его зовут. У него такой же сервис есть. И может, у меня будет какая-то конкретика по автосервисам и какие-нибудь капиталовложения делать. И, соответственно, что да как. Sorry, у меня сейчас идет мой проект. Я сейчас загружен так, что, к сожалению, даже видео еле выкраивало время раз в три дня, а в четыре. Запущу свой проект, мне может быть попроще. Потому что у меня сейчас стоит первоочередная задача и свой проект все запустить. Так. Идем дальше. Так. Александр Хвастович. Александр прислал мне ссылочку на Тимура Хореева. Sorry, не посмотрел я эту ссылку. Загружен уже, говорю, работа. Так что, просто трындец. Трындец. Так. Значит, значит, идем дальше. А, нашел вот. Анастасия Фрост. Про собак я уже сказал. Значит, жди видео. Соответственно, сделаем где видео. Сделаем видео по поводу тра-та-та-та-та-та-та. Увезем с собой кота. Так. Илья Соловьев. Здравствуйте. Смотрел все, начиная с самого начала. Совершенно понравившись и пересматриваю чуть ли не каждый день. А эмиграция задумался в прошлом году. На два месяца назад увидеть ваше творчество на ютюбе просто решил, что если не попробовать, будет жалеть всю жизнь. На сегодняшний день начали супруга изучение языка и накопление средств. Нам под вас два года. Ну, ребят, вообще молодцы. Двадцать два года в самое время. Вот. Мозди уже есть. Уже какой-то жизненный опыт наработался. Еще молодые, полные силы, энергии. Есть амбиции. Во все карты в руки. Учить язык, конечно, это необходимо. Я мельчу по продаже авто Ниссан. Она работа с компанией, которая занимается металлом. Ну, что, мельчу по продаже это хорошо. Ниссан хороший центр имеет. В принципе, если ты еще английский подтянешь, может даже смысл тебе будет попробовать проплавиться куда-то в Америке по этой теме по продаже машин. Нужен хороший разговор на английский, такой бытовой, чтобы язык отскать его от зубов. Тогда нормально сможешь. Две квартиры оставшихся любимых бабушек. Живем в Олгограде. под Волгоградом. Ну, все же сейчас творится в нашей горячо-любимой родине с каким-нибудь образимым прогрессом. Дерьмо все увеличивается. В общем, чтобы не выпускаться в авантюру и не лететь без средств, решили накопить хотя бы десяточку и подтянуть язык. С турвизой, надеюсь, проблем не будет. За грандпаспорт имеется штамп о вылете в другие страны. Квартиры продавать не будем. Поэтому все сложится сделать родители. Смотри, перед выездом пожалуйста, родители оформить доверенность. У нас крючка отворы теющие, поэтому постарайся документами на всякий пожарный случай себя обезопасить. На все свои муфи, на машины, на дома, на все прочие, газеты, заводы, пароходы. На предков сделать доверки генеральные не меньше, я сейчас не знаю, сейчас три года кажется максимальный срок. Сори, я не юрист, но вот точни, максимально. Потому что потом будет заморочка тебе эти документы из Америки высылать, если ты будешь закрепляться. Вот, если для вас незапретная тема, пожалуйста, объясните в нескольких словах. Турвиз, ну да, B1, B2, соответственно, да, летишь по турвизе. Значит, как да что, рекомендую мне в скайп постучаться, мы с тобой поговорим, я тебе это разжую. Хотя я уже в видео это рассказывал. Прилет в США, подача на убежище. Опять же, куда прилетаешь, какой город. Можешь прилететь, пожить на сечишко, посмотреть, что происходит, не торопись. Нужно понимать, что эта страна для тебя подходит, и, скажем так, тебе все устраивает. кому нравится, кому не нравится Америка, тут на вкус и цвет жена не товарищ. Через месячишку можно подавать на убежище, опять же, заранее знаешь, что у тебя есть юрист. Но, с другой стороны, если ты уже все для себя четко решил, можешь прилететь, недельку отсидеться и идти самостоятельно подавать заявление. Но для убежища необходимо иметь какой-то кейс, хотя бы какие-то собранные материалы, которые бы иллюстрировали бы миграционному чиновнику факт гонений. Какие гонения отсылаются наши отечественники? Политически, религиозно, это основное. То есть, очень много разных религиозных течений, те же баптисты там, другие. РПЦ сейчас закручивать конкретно, можно сыграть на этом. Рекомендую, если ты по религиозной теме будешь, посмотреть самостоятельно материалы тех же баптистов и еще какие-то религиозные течения, которые испытывают гонения. Материалов в интернете много, как говорится, гугль в помощь, тут я разжевывать не буду. Какие подтверждения лучше иметь с собой? Ну, какие подтверждения? Фотографии, видео, опять же, зафиксированы документальные случаи, если были побои со стороны сотрудников милиции, если были протоколы, то есть, ходил на какие-то митинги и попал под раздачу. То есть, собираешь максимум бумаг, собираешь максимум бумаг и с этими бумагами летишь уже сюда. С собой такие бумаги нужно иметь. Вот. То есть, в случае скайпа общаемся более детально. Удачи. Так. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Так. Нети МСКОЛОБОК 007. Расскажи об этом по возможности. Просто жесть. Российская армия. Часть где-то под Воронежем. Да, видео действительно жесть. Там прям парня трахают. Сори. Это не мой формат, не моего канала. Я бы и рад бы донести такое видео до общественности. Но, во-первых, я с ужасом думаю, что СМСКОЛОБОК произойдет на следующий день. Там какие будут комментарии. Конечно, количество просмотров зашкалит все мыслимые и немыслимые уровни. Но, во-первых, такое видео просто сам Ютуб забанит, потому что у них такое размещать, это, конечно, жесть. Вот. Так что, не знаю, что с этой ссылочкой сделать. МСКОЛОБОК 007. Это жесть. Это жесть. Я пока ссылочку оставил. Видео все закачал, но пока я в раздумьях, что вообще с ним делать. Так. Ну, САПЕР мой любимый Женя, подписчик такой. По поводу мини-офиса уже старого. У меня висит его месседж еще за прошлый месяц. Да, я посмотрел твою ссылочку про этот мини-офис. Штука прикольная, но мне кажется в Америке гораздо практичнее купить трейлер. Очень много используете вот поддержанные старые трейлера, которые, в принципе, ну, уже стрёмно с собой таскать для путешествий, но в качестве стационарной такой точки это крайне дешево. Такие трейлера можно купить вообще за чип прайс, чуть ли там не за 500 баксов. И там оборудовать офис на заднем дворе. Я вот, когда я свою машину ездил покупать, у меня на таком трейлере находился офис вот этих ребят, которые поддерживали машинно торговали. То есть, гораздо удобнее. Там и кондей можно поставить, и кухонный уголок, и туалет есть с душем. В общем, короче, такой офис это крайне дешево. Идем дальше. Так, это я смотрел про факты телефонных разговоров. Так, даст их. Так, 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 так. Вопрос про адвоката. Так, значит, это нас задал вопрос наблазовывает по поводу готовить тестером, устраивать на работу голос силикона из долины. Значит, с портном что-то у меня не сложился коннект. Я ему на одном видео, ну, достаточно корректно, но едко оставил комментарий, после чего он меня забанил. Вот. Вот так вот. Хотя, все было в пределах культурного обсуждения. Вот. То есть, человек явно не приемлет чужую точку зрения, даже изложенную интеллигентным языком, что наводит на мысль, что, ну, видимо, к анекскому не получится. Как бы писать я не буду, пока мне ничего не надо, у меня это все хорошо. Вот. Так, что тут я с тестером помочь не могу. От канала я тебе отписался. Так, значит, что такое у нас, так, это по автор-эффекту Дани Эфтоди или Дину, А, Дину Эфтоди, сори, приношу свои глубочайшие извинения за пара. Заготовки наполовину сделал для заставки на свой видеоканал, но, к сожалению, не могу пока вот все это упорядочить, потому что просто погряз в своем проекте. Сори. Сейчас немножко разгребу, с тобой выйду на связь и сделаю, надеюсь, все. Вот. Еще одна ссылочка, но был 3952, уже давно тоже висит, ссылка, в Амурском интернате жестоко сбивают детей. Тоже очень жесткое видео, очень жесткое, прямо кошмар, ужас. И рад бы разместить на канале, но, опять же, не знаю, почему все это приведет, то есть, конечно, это вообще мрачно. После этого люди принимают законы, запрещающие усыновлять детей американцам, то есть, там просто воспитатель детского сада, интерната, ремнем детишек, наверное, в возрасте 4-х, что ли, лет бьет. Очень жесткое видео. Вообще, удивляюсь, как это все засняли, но смотрится кошмарно, то есть, как кадры про фашистские зверства, то есть, понятное дело, что по определенным соображениям YouTube такие видео учащает, потому что это явно насилие, то есть, это такой кошмар, что я пока не знаю, просто как все это уложить.